Здравствуйте! Это Олеся Котровская и программа «Город здоровья». Вместе с лучшими врачами региона мы расскажем, как сохранить и приумножить самое ценное. Сегодня в выпуске. В Рязани прошла первая операция по трансплантации роговицы. Чем она уникальна? Новые инкубаторы для новорожденных с автоматизированным мониторингом здоровья. Как они помогут в реабилитации? В больнице имени Симашко проведена первая операция по трансплантации роговицы с использованием биологического материала донорских тканей глазного банка «Айлав». Как она прошла, расскажем дальше. Кератопластика роговицы – это реконструктивно-пластическая операция с элементами трансплантологии на глазах, с помощью которой можно заменить поврежденную или помутневшую роговицу на донорскую здоровую ткань. В новейшей истории это, наверное, впервые в больнице сделана была операция, потому что в советское время еще делались такие операции. Сейчас трансплантология отнесена к усакотехнологичным видам медицинской помощи федеральной, второго перечня. Мы ее до настоящего момента времени не делали. Сейчас, в общем-то, это первая операция, которая была сделана. Показанием к данной операции являются состояния, при которых роговица теряет свою прозрачность или изменяет свою структуру. Одно из таких заболеваний – кератоконус. При этой патологии роговица глаза истончается и принимает конусообразную форму, что приводит к значительному снижению остроты зрения, которая не поддается коррекции лазером, очками или контактными линзами. Донорские ткани, ну вот как раз об этом я и говорю, то есть это не прямая пересадка, сейчас уже весь мир уходит от прямых пересадок, в частности то, что касается глазной хирургии роговицы, потому что для успеха операции материал должен быть подготовлен, донор должен быть обследован, он должен быть специальным образом адаптирован, чтобы была более высокая биологическая совместимость. Поэтому сейчас, ну де-факто, это называется изделие медицинского назначения, может быть это не совсем такое красивое слово, но тем не менее, это действительно так, это биологический материал из донорских тканей, который специальным образом обработан, законсервирован, подготовлен, соответственно, ну в общем-то пересаживается. Операция была проведена молодой пациентке, острота зрения, который составляет всего 9%. Она должна помочь вернуть ей зрение и улучшить качество жизни. Восстановление, оно в любом случае индивидуальное, вот тут очень тяжело прогнозировать, в любом случае пару недель пациент будет находиться под наблюдением условий стационара, а затем, ну, пересаженные органы или ткани, это, ну, как сказать, неважно там как это назвать, там биологический материал, там и так далее, это фактически всю жизнь человек, ну, периодически должен наблюдаться. Операция прошла успешно, пациентка чувствует себя хорошо впереди, реабилитация сначала в стационарных условиях, а затем под наблюдением врачей амбулаторно. Специалисты Рязанского ОКБ спасли 72-летнего. Рязанца с острым ишемическим инсультом. Это заболевание, при котором артерия перестает питать головной мозг. Чаще всего причиной остановки кровотока становится тромб. Когда Самир Бакиев поступил в больницу, его жизни и здоровью угрожал ишемический инсульт. Счет шел на минуту. На снимке было видно, что тромб перекрывал кровоток в крупной артерии мозга. Пациента сразу направили в операционную. Мы выполнили комбинированное лечение, то есть на фоне проводимого тромболизиса мы выполнили еще механическую тромбоэкстракцию тромба. и получили стопроцентный кровоток в зоне, где артерия была закрыта. Спустя буквально 3-4 часа после операции больного экстубировали, потому что все это проводилось под естественным интерфиальным наркозом, ввиду тяжести состояния и активности пациента в плане двигательной активности. На следующий день появились первые признаки регресса неврологии, то есть пациент заговорил. На второй день, то есть, восстановились, частично восстановились функции конечностей. И уже на третий, на четвертый день мы перевели уже в палату с минимальным неврологическим дефицитом. Врачи провели тромбоэкстракцию. Этот метод сегодня дает наилучший результат. Он заключается в том, что сосуд своего рода чистят с помощью тонкого гибкого инструмента и восстанавливают движение крови. Такая операция спасла Самира Бакиева. Хожу без палочки. На четвертый день уже встал. Нога работает, рука работает. А была ли у вас операция? Речь, речь, речь неважно. Ну, потихоньку. Мне сказали, что я быстро восстанавливаюсь. Тромбоэкстракция – это высокотехнологическая помощь. Она способна изменить ситуацию, связанную со смертностью от инсультов. Кроме того, тромбоэкстракция позволяет избежать инвалидности, а значит, после инсульта пациенты будут быстрее возвращаться к нормальной жизни. Мы уходим от тех, скажем, уникальных эпизодических операций, которые, безусловно, мы тоже делаем, но выходим уже на плановые вот эти вещи, которые поступил пациент, есть показания, уже автоматически делаются все необходимые процедуры, делается операция. Та же вот эта высокотехнологичная. Если в прошлом году мы начали примерно где-то в течение полгода сделали три таких операции, тромбоэкстракция. Операция достаточно сложная, высокотехнологичная. Операция, которая даже в ведущих учреждениях, центральных институтах в Москве делается штучно. Вот в том году мы их сделали три за полгода, но уже с начала этого года мы сделали тоже три. Поэтому я думаю, как раз количество их будет увеличиваться, несмотря на то, что все-таки расходник для нее очень дорогой. Сабир Бакиев восстанавливается после операции. Его семья благодарит врачей, которые спасли близкого им человека. Зашел вопрос вот об этой операции, потому что мы были готовы как бы на все. Я, если честно, не знала, что у нас такие операции проводятся. Сказали, давайте попробуем. И мы попробовали. И все получилось. Понимаете, это просто чудо. У Самир Бакиева двое детей и пять внуков. Все они ждут его домой. Самир надеется, что когда его выпишут, он снова окажется в кругу своей семьи, и будет заниматься внуками, а еще любимыми делами – музыкой и физкультурой. В отделение патологии новорожденных и недоношенных детей Рязанского областного перинатального центра поступили новые инкубаторы для малышей с автоматическим мониторингом здоровья. Они облегчат уход и лечение самых маленьких пациентов, которым требуются особые условия для восстановления и реабилитации. В отделении патологии новорожденных и недоношенных детей Рязанского областного перинатального центра новые инкубаторы уже включены в работу. В одном из них находится недоношенный ребенок. Здесь он может окрепнуть, при этом максимально избегая стресса. Есть такое, в общем-то, правило трех таких компонентов 3Т – темно, тепло и тихо. То есть ребенку надо создать микроклимат, схожий с внутриутробным. То есть должна быть определенная влажность, определенная температура. Поэтому вот закрываем и его, в общем-то, ограждаем от яркого света, который тоже является стрессовым для ребенка. Многим малышам необходимо набрать массу в таких инкубаторах. Недоношенные дети часто не могут самостоятельно удерживать тепло тела. Такое оборудование помогает это осуществить. Кроме того, новые инкубаторы, изготовленные в Чехии, оснащены панелью управления, сложной системой сигнализаций, автоматическим мониторингом показателей здоровья. Они контролируют артериальное давление и другие важные данные. Насыщение кислородом, частоту сердечных сокращений, вес ребенка, динамику веса. Тут можно отмечать, потому что есть мониторчики, на которых мы можем отмечать динамику веса, и тут будет тоже вырисовываться кривая. То есть меньше трогаешь ребенка, меньше для него это стресс, и, конечно, это тоже улучшает качество выхаживания маленького недоношенного ребенка. Новые инкубаторы позволяют осуществлять и другие манипуляции. Например, делать рентген. Теперь можно, не вынимая малыша из его теплого домика. В данный момент персонал отделения проходит обучение по эксплуатации нового оборудования, чтобы достичь максимального эффекта от его работы. Кроме того, слаженная работа укрепившегося коллектива отделения также имеет большое значение при выхаживании недоношенных детей. У нас хорошая школа, у нас хороший опыт, у нас доктора с большим опытом работы, выхаживанием, ведь в основном и медсестры. Медсестры тоже, а это тоже очень важное звено выхаживания недоношенного ребенка, потому что, когда строился перинатальный центр, мы работали в детской больнице. И мы практически всем отделением перешли сюда, и поэтому мы продолжили уже накопленный опыт работы. Ну, плюс мы, конечно, всегда повышаем квалификацию, стараемся и учимся, и учимся в центральных вузах Москва, Питер, Санкт-Петербург. Теперь 10 новых инкубаторов, которые пришли на смену 10 более старым, изготовленным в России и на Урале, облегчат работу персонала отделения и доставят больше комфорт малышам. Некоторые старые инкубаторы также решили пока оставить, и несмотря на то, что они проработали дольше срока своей службы, многие из них еще способны принести пользу новорожденным и недоношенным детям. Детский детектив программы «Город здоровья» продолжает свое расследование. Она готова задавать врачам неудобные вопросы и открывать секреты привычных кабинетов. О ком она расскажет сегодня, узнаем далее. Если трудно дышать и мучает кашель, то на помощь придет врач-пульмонолог. Он может поставить диагноз, пока вы просто дышите. Это нужно проверить на себе. Вперед, Мила! Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! Это Мила, а я Вика, детский детектив программы «Город здоровья». Добрый день! Меня зовут Алексей Михайлович Банков. Я врач-пульмонолог, а также аллерголог-иммунолог медицинского центра СМ-клиника. Мы с Милой проведем расследование в вашем кабинете. А что это за чемоданчик? У моего друга Джемса Бонда такой же, но вы же врач. Это спирограф. Он позволяет изучить твои бронхи и легкие. Хочешь узнать жизненную емкость своих легких? Конечно! Пойдем! Это спирометр. Он очень чувствительный и позволяет измерить силу твоего выдоха. Ты делаешь глубокий вдох, затем вставляешь трубку в рот и резко выдыхаешь. Запомнила? Да. Уже можно? Можно. Следующим исследованием мы оценим, сужен ли бронхи или нет. Делается глубокий вдох и резкий выдох. Первым исследованием мы определяем, есть ли бронхи какое-либо препятствие. Это может говорить о каком-либо серьезном заболевании. Но здесь все в норме. Вторым исследованием мы определяем, сужен ли бронхи или нет. И для этого мы используем пробу с бронхолитиком. Проба делается так. Мунштук вставляется в рот, затем глубоко выдыхаешь. И на вдохе я забрызгиваю лекарство. Этот прибор называется спейсер. С его помощью лекарство полностью достигает легких. А сейчас мы повторим исследование. При хронической обструктивной болезни показатели спирографии практически не изменяются. При астме, наоборот, резко возрастает. Твои показатели в норме. Здорово. Ой, а это что за баночки? Это ампулы с аллергенами. Дело в том, что астма очень часто связана с аллергией. И для этого мы проводим кожаные пробы. Но этот метод несовершенен. Поэтому сейчас все исследования проводятся вне тела человека. По результатам анализов мы получаем респираторную панель. Значения аллергенов не должны быть выше порогового значения 0,34. Если значения превышают 100, это значит исключительно высокий уровень аллергенов. Человек, если съест аллерген, может погибнуть. Если есть аллергены мандарины, то даже одну дольку нельзя? Лучше не экспериментировать. Аллергия – это сбой в защитной системе организма. И как она работает, мы до сих пор до конца не знаем. Бедная Мила, придется мне съесть все твои конфеты. Вдруг у тебя на них аллергия? А вы прошли проверку детского детектива. Оказывается, наш организм умеет разговаривать. А чтобы быть здоровым, нужно его слушать. Мы с Милой обязательно вернемся в вашем клинике, чтобы проверить для вас новые кабинеты. Получить вычет за любое лекарство по рецепту врача в 2020 году будет проще. Вычет по-прежнему ограничен 13% от 120 тысяч рублей. То есть потратить за год можно и больше, но вернуть не больше 15 600 рублей. При этом в сумму 120 тысяч входят также расходы на обучение, повышение квалификации, медицинские услуги и другое. Если раньше для получения такого вычета лекарство должно было входить в перечень, утвержденный постановлением правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года, то теперь вернуть часть уплаченного НДФЛ можно за покупку любого лекарства, главное, выписанного по рецепту лечащего врача. Это была программа «Город здоровья» и я ее ведущая Олеся Котровская. Я желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа и цветущего вида.